Здравствуйте, здравствуйте. Еженедельная рубрика «Вопрос депутатов». В ней депутат Государственной Думы Андрей Виталужских отвечает на ваши вопросы, которые вы можете присылать по адресу, который сейчас видите внизу экрана или через сайт «Момент истины». Сегодня Андрей Леонидович, студия у нас в гостях. Здравствуйте, Андрей Леонидович. Я сегодня снова у вас, очень рад. Здравствуйте. Ситуация с обходным листом. Человек, работник, увольняется. Работодатель требует с него, угрожая, шантажируя, не выплата зарплаты, не возвращения трудовой книжки, требует от него обходной лист. Что тут говорит закон? Да, это нередкая ситуация. Работодатель говорит, пока не принесешь подписанный у всех обходной лист, не выплачу все выходное пособие, не дам трудовую книжку. Специально вышло письмо Министерства труда в сентябре 2020 года о том, что это не правомерно. Работодатель обязан в установленный срок выдать работнику трудовую книжку и выплатить все деньги. Конечно, по-человечески можно понять работодателя, чтобы обходной лист был подписан, но это уже внутренние вопросы работодателя и работника, как он должен сдать инструменты, спецодежду, какую-то документацию. Но любой срок задержки выплаты положенных средств при увольнении и выдачи трудовой книжки возлагает на работодателя уже административную ответственность в виде тех или иных штрафов. Что все-таки работодатель имеет право требовать у работника возвратить? Вне зависимости от того, что работодатель обязан выдать трудовую книжку и обязан выдать деньги, конечно, если какие-то материальные ценности, как материально ответственное лицо работник получал, то до увольнения, после увольнения работодатель всегда с него имеет право стребовать, вплоть до того, что в судебном порядке и так далее. Поэтому это просто два разных процесса. Работник увольняется, работодатель должен успеть с ним поговорить, стребовать, взять, при необходимости удержать стоимость, если акт составлен на потери, опорчи, по вине работника. Это один процесс. А совсем другой процесс – это увольнение, отдать трудовую книжку, выплатить деньги и не приставать к работнику с обязательствами по обходному листу, связанными вот с этим. А вот, да, материально ответственное или какая-то документация, которую он обязан вернуть, ну, значит, работодатель имеет право с него материально как-то стребовать, если эта материальная ответственность по закону, по инструкциям и под подпись работника была на него возложена, и он ее взял. Подписывайтесь на канал, присылайте свои вопросы в рубрику «Вопрос депутату». До свидания!